Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Культурный геноцид, осуществленный на территории Западной Армении, продолжается и по сей день. Рафи Куртушан выдвинуть свою кандидатуру на депутатский мандат Западной Армении в 2023 году. Решение французского сената не является обязательством для правительства, а является давлением Левон Айрян. Дер Симе почтили память всей этой Рызы и друзей. Армянский след с Херти. Знакомимся с Западной Арменией, крепость Анг. Фильм Дживан Аветисянов «Рота Рая» был признан лучшим пополнометражным фильмом на международном кинофестивале «Торонто». На второй день конференции «Вызовы в Западной Армении», организованный Национальным собранием в Западной Армении, заместитель директора Фонда по изучению армянской архитектуры и член правительства Западной Армении Рафи Куртушан выступил с докладом о проявлении ненависти турецкого правительства к хачкарам и к Западной Армении. На исконных территориях Западной Армении после геноцида, совершенного против армян, культурное наследие армянского народа осталось беззащитным, подвергая систематизированной программе со стороны государства, совершившего геноцид. Турции удалось за последние сто лет убрать хачкары с первоначальных мест, однако она не смогла полностью уничтожить их, и есть еще возможность увидеть оставшиеся хачкары на территории Западной Армении. В ходе полевых исследований выяснилось, что хачкары используются турецкой системой власти в качестве строительных материалов, а на участках, где хачкары не смогли использовать, как строительный материал, были уничтожены. Подводя итоги, Куртушан отметил, та же участь постельных крестов на скалах, которые становятся жертвами либо владоискателей, либо националистов. В оккупированной Западной Армении с 1921 года были уничтожены тысячи армянских кладбищ с многочисленными хачкарами. Этот культурный геноцид продолжается и по сей день. Вы считаете себя гражданином Западной Армении, потомками переживших геноцид? Вы хотите бороться с несправедливостью по отношению армянского народа? Вы хотите бороться против геноцида, который до сих пор происходит по отношению армянского народа? Вы хотите защитить свою коренную природу, свои традиционные знания, свои традиции, свои генетические ресурсы и свое культурное проявление? Вы хотите заполнить правовые пробелы и создать правовые механизмы для защиты права армянского народа? Вы хотите укрепить функционирование парламента Западной Армении? Вы владеете компьютером и интернетом или хотите этому научиться? Вы владеете армянским языком или хотите его выучить? Вы знаете историю Западной Армении или хотите ее изучить? Вы готовы принять вызов и собрать 80 спонсорских голосов за 9 месяцев, чтобы защитить свою кандидатуру? Итак, Вы можете представить свою кандидатуру в качестве депутата на следующих парламентских выборах в парламент Западной Армении 2023 года, набравив обычные письменные заявления, указав свои личные данные по адресу, заполнив соответствующую форму. Заявки должны быть отправлены до 15 февраля 2023 года. Во время очередной акции Арцахсы передали письмо посольству Франции в Армении. Мы благодарны Франции и Макрону за их позицию по Арцаху. В Сенате Франции сегодня обсуждается резолюция, которая предусматривается поднять ряд проармянских вопросов. Правда, решение Сената Франции не является принуждением для правительства, но является своеобразным давлением. В резолюции есть несколько интересных пунктов. Предложить открыть гуманитарный офис в Арцахе, потребовать у Азербайджана вывезти войска из Джермука, поставить Армении оружие. Также хотят обсудить, чтобы турки вышли с позиции Бердзора и Авно, отданных 22 августа, а Лачинский коридор восстановил свою деятельность. Сенат, также ссылаясь на решение 2020 года о признании Арцаха, попытается оказать давление на правительство, чтобы оно заняло проармянские позиции, сказал председатель общественной организации во имя Гадрута Левон Айрян. В Дер Симе почтили память Сеита Рызы и его друзей в связи с 85-й годовщиной их казни. На мероприятии присутствовали представители алавистских структур, партии, общественных организаций и демократических сил. Политический деятель Мейрал Даныш Бешташ, ссылаясь на Сеита Рызу, отметил, что он является частицей боли и страданий этих земель и добавил, Одно из величайших наследий, оставленных нам Сеитом Рызой, не преклонять колени и не склонять головы. Главной целью казни народов лидеров Дер Сима 85 лет назад было осуществление геноцида в Дер Симе, который легче был бы применен против народа, оставшегося без лидера. В 1937-38 годах Дер Сим был разбомлен самолетами. В пещерах совершались массовые убийства химическими газами женщин, детей, молодежи и стариков. После геноцида люди, оторванные от своих земель, вынуждены эмигрировали. Отметим, что Сеит Рыза родился в одном из сел Дер Сима, был предводителем одного из племен, а Левизаза возглавлял восстание против турецкого государства. В турецкой прессе есть многочисленные свидетельства того, что он был армянином. Во время обыска в его палатке были обнаружены кресты с армянскими надписями и книга на армянском языке. Те, кто считает, что вопрос геноцида против армян должен быть переданным историкам, на самом деле пытаются перекинуть свои политические обязательства на другого. Как бы это ни отрицалось, есть народ, который стал жертвой и до сих пор игнорируется. Турецкое правительство, боясь компенсации, отрицает резню, не говоря уже о утверждениях о геноциде, которые расценивают как печальное событие. Статья профессора-доцента Элмаса Аксу о следах оставленных армянов с Херт полностью развещена на нашем сайте. Крепость Амик, построенная в Ване в период Араратского царства, до сих пор несет следы истории с петроглифами и окружающими сооружениями. Замок расположен в северной части деревни Озерт. Крепость Амик, основанная в 700-х годах до н.э. как портовый торговый центр, несмотря на стихийные бедствия и ущерб, нанесенный кладоискателями, сохранилась по сей день и считается одним из важных культурных вооружений Вана. Склады, туннели или переходы вокруг портовой крепости Амик, соединяющей крепости Озер Иван, демонстрируют, как с их помощью в свое время урарцы обеспечивали свою безопасность. Полнометражный фильм режиссера Дживана Аветисяна «Ворота рая», затрагивающий арцарскую тему, удостоен премии «Лучший игровой фильм» на международном кинофестивале «Гранат» в Торонто. Снимать фильм в Армении, а тем более на арцарскую тему, довольно сложно, как в финансовом, так и политическом смысле. И на этот раз соседнее государство пыталось препятствовать вовлечению зарубежного актерского и творческого состава в съемки фильма. Подняло волну агрессии, что затруднило финансовую поддержку со стороны Европы. «Да, наши соседи пытались нам помешать, но мы пошли против течения и уже сегодня имеем хороший результат. Фильм создается для миллионов людей, а аудитория фильма – это весь мир», подчеркнул Аветисян. Западная Армения положительно оценивает усилия, которые были приложены для съемки создания фильма. Приложенные усилия получили достойную оценку на фестивале в Торонто. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok